Здравствуйте, уважаемые! Во многих домах есть великолепные цветы, но далеко не все являются обыкновенными красочными украшениями. Некоторые могут быть энергетическими вампирами, которые высасывают жизненную силу своих хозяев. Итак, бегонии. Эти цветы известны своей популярностью, однако они запросто могут воровать у людей энергию. Правда, они притягивают к себе как положительную, так и отрицательную энергию, что отчасти может служить и добрую службу. Более того, когда растение делится тем, что забрало, негатив оно оставляет в себе, отдавая небольшую часть позитива назад. Но не стоит держать больше одного такого цветка дома, чтобы не нарушить энергообмен. Лилии. Эти, на первый взгляд, безобидные цветочки могут провоцировать скандалы. Опасны они своей неожиданностью, поскольку долгое время могут дарить дому спокойствие и порядок, а потом резко поменять свою энергетику. Держите лилии там, где вы бываете нечасто, например, на даче. Папоротники. Эти цветы хороши в палисадниках и на садовых участках. Ими можно красиво оформить цветник, можно украсить папоротник цветами на Ивана Купал. Но держать его дома специалисты не рекомендуют. Он поглощает кислород, выделяя влекислый газ. А значит, может наградить вас головной болью. Тубероза. Этот цветок очень вкусно пахнет. Его даже используют в парфюмерии. Но данное преимущество не сравнится с его недостатком. Он провоцирует измены. Если вы в браке и не хотите проблем, лучше откажитесь от этого цветка раз и навсегда. Гиппиаструм. Данный представитель мира флоры очень не любит, когда в его присутствии кто-то скандалит, изливая негатив. Этот цветок забирает все до последней капли, отдавая это позже. Если у вас часто кто-то ссорится дома, вы рискуете не избавиться от постоянного притока отрицательной энергии. Просто никогда. Алеандр. В некоторых случаях запах этого невероятно красивого цветка может вызвать головокружение. Если у вас дома есть маленькие дети, то ни в коем случае не покупайте алеандр в качестве украшения. Стеллера карликовая. От этого японского цветка исходит одна большая опасность для маленьких детей и животных. Сок растения может вызывать проблемы со здоровьем, что для детей может сказаться очень негативно и быть очень опасным. Поэтому пересмотрите свои подоконники, а также подоконники своих родных и близких на наличие вышеупомянутых цветов. Пускай ничто не мешает вашему семейному благополучию. На этом у меня все. Более детальной информации на нашем сайте. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите еще больше интересного видео на нашем YouTube канале. Всего наилучшего. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok